Друзья, привет! Долгожданные пустые баночки, полтора месяца я собирала их. На самом деле, я люблю снимать раз в месяц, но как-то я просто задержалась, была в поездке туда-сюда. Итак, приступаем. Банок много, не знаю, видео, наверное, минут на 40 будет, так что можно запасаться чем-нибудь, не знаю, сделать бутербродик, взять конфетку и приступим. Крем от Фрудия я выкидываю практически полным. Ну, просто крема я никому не отдаю, буквально раза три им воспользовалась, но всё-таки каждый раз я убеждаюсь, что у меня присутствует реакция на любые продукты с витамином С для лица. У меня начинаются какие-то мелкие высыпания, кожа выглядит плохо, никакого брайтнинг-эффекта, к сожалению, не замечено, поэтому мы прощаемся. Крем для рук Кадали, который я вам показывала в каких-то пустых баночках, почему-то мне показалось, что он мне не понравился, но потом я его распробовала, и он мне показался очень крутым, хорошо увлажняет, приятно пахнет, всё с ним здорово. Маленький такой крем от EOS, я думаю, что многие его видели, он уже давно продаётся и в подружке, и на iHerb его можно было заказать, вот видите, солнце уходит, какие-то тучи, как всегда, это погода. Он очень лёгкий, такой, знаете, вариант, наверное, для сумочки, чтобы как-то эффектно это выглядело, потому что вы достанете такие, наверное, многие скажут, боже, что это у вас такое? Ну, прикольный, прикольный, повторять я вряд ли буду, потому что, если брать что-то лёгкое, мне больше нравятся всё-таки корейские кремики, или те же от Fruedia я прям обожаю, а это так, ерунда. А, вообще у меня был целый набор, шампунь, кондиционер, маска, но кондиционер, маска я добиваю, шампунь ещё у меня, вот, шампунь, точнее, закончился уже. Это серия для кудрявых вьющихся волос, мне понравилось, но я считаю, что это для сухих кудрявых волос, потому что у меня они не сухие, они у меня довольно тонкие, сейчас я подстриглась, хоть немножко объёмчика появилось, потому что, когда они у меня сильно отрастают, там, ну, полгода я не стригусь, уже, ну, им тяжело, и, в общем-то, как-то всё это уже не очень выглядит, и раньше, я не знаю, я раньше вообще раз в год стриглась, но оставим это в прошлом. Я думаю, что скоро я покрашусь, потому что, ну, прям с каждым месяцем я всё больше седых волос вижу. Пока что это не очевидно, но мне заметно. Так что я думаю, что к этому... Ну, давайте запланируем, что в 28 лет я это сделаю. 28 лет мне через, какой сейчас месяц, 5 месяцев, ну, наверное, да, плюс-минус, допустим. Я, честно говоря, мне нравится мой цвет волос, потому что у корней он темнее, на кончиках он светлее, у меня волосы на солнце вообще очень красиво переливаются, и поэтому мне, естественно, хочется это протянуть, да. Ну, во-первых, мне не хочется тратить по, там, 10-12 тысяч рублей на окрашивание. Понятно, что я могу сама, но, типа, не знаю, может быть, может быть. Вообще просто не хочется заморачиваться по этому поводу. Посмотрим, когда я к этому приду. Итак, линейка хорошая, но мне кажется, что для сухих всё-таки лучше. Аромат божественный, боже, это бракар, я думаю, что тоже многие знают. Он был одновременно суперпопулярен, этот бренд, когда только они запустили все вот эти ароматики с чёрной смородиной, и народ начал покупать, писать про них. Сейчас ажиотаж спал, последние запуски, чайная коллекция, да, она так немножко прогремела. Сейчас какая-то аромотерапия, что ли называется, есть медовый, с розой. Про него, как-то, я мало отзывов видела, ну, и мне не встречался. Ну, только есть на озоне, это не помню. Ну, в общем-то, вот это ирис с ежевикой, по-моему, с фиалками. Короче говоря, для меня это вот этот реальный аромат метеоритов. Не то, что Герлен нам втюхивает за 5 тысяч рублей, нет. Вот он перед вами. Я, не знаю, если вы любите запах фиалок, ириса, ежевики и метеоритов, купите себе эти духи, они стоят, ну, мне кажется, в последний раз на зоне. Я видела рублей за 250-300. Ну, то есть, невелика будет, если что, потеря. Я использовала, смотрите, я и на себя использовала, но это такой вариант для прогулки, не знаю, для магазина, потому что, ну, 2-3 часа, наверное, у него стойкость. Ну, 2, наверное, да. Он довольно быстро выветривается, поэтому я очень люблю, любила его использовать для ароматизации помещения. Пахнет божественно, тоже там где-то, не знаю, ну, на протяжении часа я ощущаю его, естественно, там в первые 10-20 минут более отчетливо, потом он уже испаряется. Ну, он классный, но это действительно прям вот за эти деньги, это восторг. Тушь для ресниц от Lumine, черная, березовая. Она неплохая, но, наверное, для меня большевата щеточка, и много продукта набирается. То есть, сама по себе она прикольная, и действительно такой темно-насыщенный черный темный оттенок дает, и вроде прокрашивает хорошо, но мне далеко не все щеточки нравятся. Я и попользовалась, но не скажу, что на 5 с плюсом будет. Изодора. Вот это восторг. Я пока что не могу понять, это миниатюра туши или это полноразмерка, потому что в золотом яблоке я пошла, начала искать ту тушь, там была с таким же красным колпачком, но тюбик был намного-намного шире, больше, и когда я достала щеточку, как будто щеточка была больше. Я пока не разобралась, надо ставить и загуглить. Но суть в том, что... В общем, не знаю, миниатюра или нет, она вот сама по себе очень понравилась. Безумно круто прокрашивает, удлиняет. Я прям в восторге от этой туши, слушайте. Действительно, если я найду, я обязательно ее закажу, куплю. Непонятно, миниатюра или нет. Ну, просто я ее не покупала, она и бывала с глэмбэгги. Но есть желание купить. Я тут, естественно, опять перебирала помады туда-сюда, потому что я не могу закончить процесс, я постоянно отвлекаюсь. Будет еще видео с косметикой, которую я отдаю. Что-то я вытянула, даже не показываю вам, что-то супер старое, совершенно неинтересное. Что-то вот я вам здесь оставила, покажу. Ну, это уже либо старое, либо прям совсем ни о чем. Я знаю, что даже там подружке моей это не пригодится. Да, если вы переживаете за мою косметику, всегда ее есть кому отдать. Это мама, бабушка, подруга. Все нормально, все под контролем. Выкидываю вот такую помаду, она была довольно давно. Мне кажется, пару лет назад был этот запуск. Я пару раз ей красилась. Ну, потому что такой, в принципе, это неплохой оттенок, розовый, симпатичный. Ну, и сам запуск был тоже неплохой. Там были симпатичные помады от Марк. Наверное, я... Я вроде смотрю каталоги, но я не запоминаю, честно говоря, что там сейчас есть или нет. Неплохая помада, но она уже старенькая. Я сейчас не люблю такие оттенки. Идеальный вельвет. Ева Мазаи какой-то момент. Прям был ажиотаж. Все сходили с ума по этим помадам. Но она клевая, смотрите. Дорого-богато прям сделана. Я пользовалась. Вы можете заметить, что не прям там я что-то новое выкидываю. Но она довольно суховата. И оттенок тоже. Я сейчас такие не очень люблю. Мне нравится что-то более ягодное, более розовое, более натуральное. Неплохой отцелет, но как бы его тоже уже сто лет. Срок годности вышел в январе этого года. На дворе март. Поэтому можно смело расставаться. Еще одна помада The Sine. Она просто сломалась. Совершенно. Я не могу достать оттуда. Ничего. Ну и оттенок. Ну как бы нет. И она тоже довольно старенькая. Сама по себе, само качество, она немножко такая пудровая. Вообще хорошая. Но... Мне ее дарили. Сама бы я, конечно, такой оттенок не купила. Тут тоже еще дело в этом. И как раз, когда я буду вам показывать, что я... Конечно же, салфетки закончились у меня, чем вытирается вотча. Когда я вам буду показывать, что я отдаю, вы увидите, что там очень много будет косметики, которые мне раньше присылали. Я уже даже в сторис говорила, что сейчас ситуация изменилась. И, наверное, в большей степени сейчас я сама себе покупаю. Ну, во-первых, наверное, я уже достаточно взрослый человек, правда. Мне уже... Мне уже не я там 18 лет, 20. Я вправе и могу делать выбор сама. И блогером я себя уже не считаю. Как раз этому я посвящала пару сторис. Да, я пишу. Мне это нравится. Там это отвлекает меня в какие-то моменты. Я люблю просто фотографировать. Когда я была 16 лет, я ходила довольно долго на курсы фотографий. У меня есть несколько дипломов. У меня просто к этому лежит душа. Это не как сейчас большое количество людей, которые смотрят на тех, кто ходит на презентации, на эти банки, и такие, «Я тоже хочу!» «Я тоже блогер!» Это всё происходит в большей степени сейчас. От зависти, от того, что я хочу тоже халявы, я хочу тоже, тоже, тоже я хочу. Есть, безусловно, умные, интересные люди, которые, возможно, могут вам что-то интересное рассказать, но это та же история про всякие витамины, прививки, про вот этих вот фарм-блогеров, да, у которых была трагедия. Кстати, я прочитала огромное количество комментариев. Многие люди думают, что это вообще постанова. Ну, в общем, я как человек, я вам рассказывала, что я работаю с блогерами 24 на 7, 5 дней в неделю, потому что я работаю в агентстве, которое занимается блогерами. Мне очень много есть, что сказать. Я думаю, что когда-то я скажу, но у меня нет, наверное, сейчас таких... Ну, я думаю, что когда-то я расскажу. Книгу вряд ли напишу, но расскажу вам что-то. Когда, типа, срок давности чего-нибудь выйдет. В общем, поэтому сейчас вы видите... Да и раньше я тоже много сама покупала. Не было такого, что мне подарили, значит, я должна писать только хорошее. Нет, мне же не платят за это деньги. В общем, поэтому... К чему я говорю? К тому, что, да, в том, что я отдаю, в этом видео будет много, что было подарено ранее. Поэтому там какие-то ядреные оттенки. Сейчас у меня такого нет. Уже мало встречается. Короче, переходим к пустым бак. Если я так долго буду болтать, это видео началось. Будет. Румяна Кика. Я их открывать не буду. Там уже какая-то пыль-крошка. Я вам их как-то показывала в своей косметичке. Они очень хорошенькие, симпатичные. Это Shade Fusion Trio Blush. Прямо как такой матрасик они сделаны. Довольно странно. Там посередине очень сильно использовался оттенок. А первый и третий вообще практически... Ну, как бы... Там было маленькое... Маленькое углубление. Хотя я постоянно возюкла вот так по кругу. В общем, они, видимо, разные текстуры, что ли. Непонятно. Но самые классные, красивые. И вообще, бренд Кика я люблю. Я люблю. Порой мне кажется, что, конечно, цены могут быть завышены. Но вот сейчас очень у них красивая вышла цветочная коллекция. Там безумной какой-то красоты румяна. Ну, судя по сводчиму, то, что я видела в интернете. И... Ну, сейчас, наверное, получу зарплату. И, наверное, схожу, посмотрю. Да. Ну, потому что, что, видите, путешествие, не путешествие. Можем себе позволить. Раз мы не едем в Италию, то Италия едет к нам. Кстати, не знаю, наверное, с поставками тоже у них какая-то напряженка, может быть. И в Кика будут пустые полки. Непонятно. Крем для лица Сампар. Потрясающий, базовый. Ну, как бы... Я не могу сказать, что он что-то подтягивает, разглаживает. Он просто очень хорошо увлажняет. На него хорошо ложится макияж. Если вы что-то такое на каждый день ищите. Но он даже So Much To Due Day Cream называется, как бы. 24 часа увлажнения. Классный. Мне нравится, что у него помпа. Я его использовала до последней капли. Всё герметично. Всё приятно. Отдушка. Ну, мне показалось абсолютно ненавязчивый. Обычный какой-то. Здорово. Просто здорово. Базовый, хороший. Супер. Ну, давайте немножко... Немножко говнеца. Органики. Чинтоник. Вот столько я выбрасываю. Как мне надоело этот человек, который вот по двору вот это ездит с тем, как это называется. Я забыла, когда токаре вот... Сейчас, наверное, вы услышите. Нет? Называть не буду сейчас? Просто как... У меня было открытое окно. Он настолько громко проехал, что я аж испугалась. В общем, сами знаете, это блогерскую коллекцию. Там, бывает, уже три или четыре раза были разные запуски. Скоро, кстати, какое-то гидрофильное масло, по-моему, чёрное, выйдет от Геворга. Это значит, что скоро выйдет целая линейка. Понятно, что один Геворг не может запуститься. Кстати, недавно вышел на сайте Mac Chatbot с Геворгом. Очень прикольная штучка. Прямо заходите на Mac Cosmetics Russia на сайт. И там, где вот такое большое как бы изображение, и три точки внизу, ну, типа, как это объяснить? В общем, зайдёте, я думаю, что вы увидите. И туда можно загрузить свою фотографию, и вам будут присланы советы от Геворга по макияжу. Но там даже, знаете, просто смешно написан этот чат. Эти фразы действительно писал Геворг, потому что я работала над этим проектом. Просто попробуйте побаловаться, это очень здорово. И там описаны его фавориты. Геворг, он, кстати, реально любит бренд. Много что использует. Вот. Так что ждём. Это я к этому вела. Тоник этот абсолютно ерундовый. Он очень липкий. Он как будто ты протираешь лицо мылом. Я не знаю, ну, то есть, приятного мало. И вот даже вот, кстати, вот на крышечке постоянно вот образовывался такой налёт. Возможно, не очень приятно это смотреть, но это просто тоник. Не подумайте ничего плохого. Вот один раз используешь, сразу вот такой налёт образовывается. Мне кажется, что это странно. Тут розовая вода, бесоболол, экстракт чечевицы. Вроде как нормальный состав, но как-то вот, не знаю. Мне прям очень не понравился, ни о чёмный. Фокус, возвращайся. Странный гель для душа от Альверде. Это продаётся в ДМ, в Германии и в других там странах. Это вроде крем-гель, но это правда крем. Похоже на какие-то кокосовые сливки, которые вообще ничего не моют. Но окей, это может быть для сухой там кожи, для чувствительной, но по ощущениям нет. По ощущениям, наоборот, забьёт вам поры. Не знаю. Это просто странный продукт, которым вообще не хотелось, ой, которым вообще не хотелось пользоваться. Классное желе от Урьяж, хорошо. А, нет, это я вам вру, это не желе. Желе тоже закончилось, действительно, пустая баночка. Это такой более плотный крем, можно его использовать как базу. В общем, весь такой увлажняющий, классный. Просто, знаете, более плотная текстура. А у Желе она более водянистая, можно утром, можно тоже под макияж. Я просто люблю уход от Урьяжа. Он тоже ни с чем там, с морщинами бороться не будет. Но в плане увлажнения, комфорта, не знаю, он отличный, никаких покраснений, никаких прыщей. Всё как бы вот так ровненько и симпатично. Пудра от Бекки, рассыпчатая, чуть-чуть осталась, но я уже так и не устала, мне так надоело там прям. Она была изначально увлажняющей. Ты когда её наносишь, ощущение, что ты попрызгался термалкой, ощущение, что у тебя вода на лице, она немного охлаждает. Надо же называть это там, Hydra Mist Set in the Fresh Powder. Но очень быстро этот эффект прошёл, буквально через месяц, видимо. Ну какая-то жидкость может быть, я не знаю, хотя как может быть жидкость в пудре или... Не знаю, в общем, этот эффект испарился, несмотря на то, что у меня хорошо закрывала крышечку. И как бы это стало просто обычная пудра. Она хорошая, она мелкая, в ней всё здорово. Но покупать там её за 2, а может быть за 3 тысячи рублей повторять совершенно уже как-то не хочется. Спасибо. Гидрофильное масло L'Occitane. У меня это уже не первый пробник, и мне очень понравилось. Я даже как-то подружке давала, она тоже отметила, что она классная. Это из серии Martel. Ну, слушайте, это масло стоит дофига. У меня сейчас Lumine, которое стоит явно в 2, может быть, в 3 раза дешевле. Я разницы, признаться честно, не вижу. Это хорошее, и Lumine хорошее. Поэтому я повторять не буду. Если попадётся где-то, я и буду использовать. Покупать полную версию нет. Пока вот Lumine, а потом какое-нибудь корейское куплю. Классная пудра от Pons. Эта пудра продаётся в Таиланде, насколько я знаю. Очень похожа, как будто на рассыпчатые метеориты. Она лёгкая, она немножко блюрящая. Просто приятная, симпатичная. Я, насколько знаю, довольно бюджетная пудра для лица. У меня стоит ещё одна новая баночка, мне подружка подарила. Класс, класс, супер. Даже не хочется покупать что-то дорогое, когда есть такие кривые вещи. Ну, тут просто подводка. Я выкинула, она уже высохла. Я как фанат всякого блестящего её покупала. Маска для лица Detox Organics Kamchatka неплохая. Почему здесь написано «Вау, Detox Scrub?» Я не знаю, никого скраба я не почувствую. Может, что-то мелкое-мелкое там. Это просто неплохая отчающая маска. Что здесь у нас? Экстракт чёрной берёзы, органический экстракт тундрового папоротника. Боже, малина. Ну, в общем. В общем, она неплохая. Мне кажется, что она глиняная. В общем, она такая вот тёмно-серого оттенка. Классная. Просто классная, неплохая. Стоила вообще какие-то копейки. Гель для душа Zaytune. Это вроде как и пена для ванны. Но нет, вообще нифига не пенилась. Как гель для душа. Очень даже неплохо. Он такой нежный. Приятный аромат джасмина. Такого как будто натурального. Сам блеск... Ну, и сам блеск. Сам гель с блёсточками. Ну, то есть, знаете, приятно. Просто приятно. Так... Нейчурл Афродизиак. Это я не знаю. Но... Достойный продукт. Вообще, брат Zaytune мне очень импонирует. У них интересные ей средства. Дезодорант, который я покупала... Где я его покупала? Наверное, в Будапеште. А, может, и до этого я где-то покупала. А, в Чехии, наверное, в Чехии я его покупала. Это вообще итальянский бренд. Но неплохой. Неплохой. Я просто, знаете, что обратила внимание? Кто-то в магазине его брал. На него была акция. И что-то как-то он везде прям там мелькал. Я думаю, ну, наверное, надо попробовать. Ну, неплохой. Я не могу сказать, что это что-то невероятное было. Просто нормально работал. А, вот, кстати, еще спрей был в этой серии для кудряшек. Тоже понравился. На самом деле, Milky Waves как будто ты молочко распыляешь. И очень хорошо увлажняет волосы. Простилась я вот с этой тенюшкой от MAC. Я вам говорила, что я использую сколько смогу. А дальше буду расставаться. Потому что ей уже очень много лет. Очень много продуктов лежит. И, в общем, я старалась как могла. И уже сами свойства теней, они сильно изменились за столько лет. Ну, лет пять, я думаю, этой тенюшки точно есть. Ну, оттенок классный. Сами они классные были изначально. Плув называется. Флув, плув, фига вот, найт, фрост. Хорошенький, очень симпатичный. Это как такой, знаете, хайлайтер. Всегда, мне кажется, такие должны быть. Гидролайд для лица, но это как тоник. Как всегда белорусы любят много всего написать. Но, по факту, это просто тоник для лица. Зачем вот это три в одном, цветочные кислоты, целициловые кислоты, и улажняет, создает эффект, снимает. Боже мой. Жаль, что квартиру не покупает. Хороший тоник, хорошая водичка. Очередная баночка BB крем ньют. Это просто любовь, любовь, любовь. Повторяю, повторяю, еще раз повторяю. Покупаю. Супер. Далее. Это крем для глаз. Я вам показывала в сторис. Абсолютная ерунда. Во-первых, это оказалось не крем, а гель. Я покупала в магазине FOM, который... С владельцем которого является Адель. Не знаю, просто какой-то гель. Невнятный, не увлажняющий. Ну, ни о чем. Просто ни о чем стоил 2000 рублей. Я ожидала какого-то чуда. Да, здесь типа там гиалуронка, все дела. Но, слушайте, бывают продукты там за 200-300 рублей, которые на мне работали получше. Я хотя бы чувствовала увлажнение. Крем для кудряшек, который структурирует. Очень хороший. Очень понравился. Красивые, действительно, кудри, которые держатся. Они склеиваются. Все супер. Я нанесила на сухие волосы. Знаю, что в Москве продается на всяких корейских сайтах, в корейских магазинах. Ну, стоит где-то до 1000 рублей. Расход максимально экономичный, поэтому нормально. Хотя, что для меня странно, что это корейский бренд. А я, ну, даже будучи в Корее, я не замечала, что там особо есть кудрявые корейцы. Не знаю. У них всегда обычно такие жесткие прямые волосы. Ну, может, и есть. Фиг знает. Так, мы немножечко сейчас потрясемся. Отъедем, потому что местечка не хватает. А банок еще так много. Боже, я, честно говоря, даже болтать устала. Фух. Гель для душа от Фрудия. Это сайвой. Я бренд, повторюсь, очень люблю. У них классные пенки мотель для умывания. Шикарные кремики для рук. Хорошие тканевые маски. И, конечно, мне был жизненно необходим такой гель для душа. Ну, посмотрите, такой дизайн. Помпа. Что-то сайвой. Так интересно. Но, по факту, это оказалось полная вообще фигня. Да, он приятно пахнет. Но, слушайте. Он мне очень сильно щипал кожу. И он как будто бы ее морозил. Ну, в общем, очень странные были от него ощущения. Я его не поняла. Прям реально. Срок он, кстати, хороший. Не поняла. Я прям вот... Гель на душу сайвой. Состав. Ну, состав как состав. Не знаю. Не рекомендую. Не буду уж полный спектр там ощущений пересказывать. Ну, так вот как-то так. Его уберем. Много места занимает. Не знаю. Не зашел. Потрясающая омывалка от бренда Сесдерма. Вообще, это классный испанский бренд по уходу за кожей. У них очень много всего интересного. Всякие мисты. Ой, чего только нет. Раньше я работала в Апсайде. Апсайд, когда занимался продвижением этого бренда. Но вот у меня один есть продукт, который я попробовала. Ну, зная просто историю, зная там, читая всякие материалы, я понимала, что... И рассказы моих коллег, как действительно им кожу восстановил этот бренд. Я, конечно, в какой-то момент прям заинтересовалась. Омывалка хорошая. Хорошая. Насчет уайтнинг я не знаю, что она выбеливает. Нет, но она не сушила. Она очень приятной консистенции. Лицо, кожа сама потом очень такая мягкая, приятная. Мне понравилась. Так, мы еще раз вот так вот едем. Надеюсь, что этого места нам хватит. Баночка с маской тоже от... А, нет. Подожди, сейчас. Забыла. По-моему, это тоже Зайтун. Она лежала, это баночка в такой красивой, круглой, картонной упаковке. Там было все написано. Там было несколько вариантов использования. Либо как скраб, либо как маска. Но, скажу честно, что как маска немного пощипывало лицо. Там, возможно, какие-то были кислоты или что-то еще. Как скраб мне очень понравилось. Ну, прям, знаете, так дорого-богато. Ну, и цена там что-то ближе к трем тысячам рублей. Извините. Ну, не могу. Вроде неплохо, но за эти деньги я не могу порекомендовать. Так, было очень много использований за полтора месяца тканевых масок. И то, каких-то здесь нет, то, что там что-то в Минске осталось. Маска с алоэ вера чистой линии неплохая. Она прям как будто немножко охлаждала и подтягивала. Я даже не могла подумать, что такое возможно за эти деньги. Потрясающая гидрогелевая маска, шикарная, очень мне понравилась. Я вообще не сказать, что очень хорошо отношусь к гидрогелевым маскам, потому что они не всегда удобные, они не всегда прилегают. Ну, как-то такое, знаете, вот бывает непонятное с ними. Здесь все было очень здорово, мне ее подарили. Я даже думаю, что надо повторить. Маска с картошкой, признаться честно, ничего не помню. Она была по какой-то акции, там что-то за 50 рублей. Вот это ужас, боже! Если вы увидите, я вас умоляю, не берите, как щипет лицо, какие противные вообще ощущения. Хотя у меня есть ощущение, что пару лет назад я ее пробовала, но тогда я такого не припомню. Этюд Органикс, такой смешной, забавный бренд, как раз вот хоум-маркет представлен, по-моему, в золотом яблоке есть. Делает кто, где импортер? Так, ну в Корее, Республика Корея, конечно. Но я не знаю, тут корейцы что-то как-то, видимо, это самые дешевые какие-то материалы. Нет. И аромат противный, и все противно. Я прям что-то не рекомендую. Не знаю, может, мне не зашло. Я знаю, что девчонки покупают. Я видела в покупках, но нет. От Шири очень понравилась маска, гиалуроновая кислота. Тоже хорошо увлажнила. Фаберлик. Она какая-то была огромная. Она какая-то странная. Неплохая по свойствам, но что-то не зашла. От Лисаны прикольная. Здесь была сыворотка, ты как бы надавливаешь, и маска пропитывается сывороткой. Интересно, я не знаю, на что это влияет, на свежие сыворотки. Но в целом понравилось. Мне вообще маски Сана и Балия нравятся. Это у нас для сияния что-то тут такое интересантное было. Алюминаитинг, такой красивый дизайн. Понравилось. И Балия такая фольгированная. Ничего не помню. Мне кажется, что-то меня смущало в ней. Прощаюсь с кремом от Леврана. Попался у меня в глэмбэк. Но какой-то максимально жуткий оранжевый оттенок, несмотря на то, что это тон номер один. Я до сих пор не понимаю, как вы делаете светлые оттенки. На кого вы ориентируетесь? Все производители у нас загорелые. Или что? Или как вы тестируете? Или они у вас все время окисляются? Что не так с вами, люди? И посмотрите на... Причем, что это российский бренд. Посмотрите на россиян. Выйдите вы осенью, зимой. Да все бледные, если не навазали каким-нибудь темным тоном. А сейчас, когда непонятно, вообще кто-то поедет загорать или нет. Ребят, ну блин. Я еще такая думаю, ой, классная бибишка. И вообще, как бы я... Ну, мне что-то в последнее время интересен этот бренд Леврана. Много есть рекламы, много есть людей и живых в отзывах. Ну, как бы все такие восторги. И я такая, ой, класс. Нет, нет, нет. Потрясающий аромат от Ричо, ритуалы Будды. Ну, вообще, это как бы дезодорант. Но сам аромат волшебный. Здесь свалки, апельсины, цедры. Нет, что-то там с деревом. Он и справляется неплохо, но просто я, наверное, влюблена больше в этот аромат. Конечно, очень хочется в магазине Ричо, да. Будем ждать, когда у нас будет возможность. Гель для душа. Так, слушайте, я его выкидываю полным. А что с ним я зубовила? Гель для душа. Слушайте, то ли аромат как-то жутко раскрывался, то ли у меня кожу сушил. Ну, в общем, что-то негативное порекомендовать вам не могу. Вообще знаю, что многие его покупают, но мне не зашел что-то. И вот я прям один-два раза побылась, и не очень. Мицеллярка белорусская. Это, наверное, один из первых продуктов белорусских, который меня разочаровал. Хотя тоже такое мнение... Не знаю, кто-то любит белорусскую косметику, кто-то говорит, что нормальная косметика не может так дешево стоить, что, ну, я согласна, что чего-то невероятного там быть не может, но мне кажется, что, там, не знаю, лет до 30 спокойно можно ей пользоваться. А, с другой стороны, у них есть уход прям специально по возрасту расписанный. Я вот бабушке своей купила серию ухода в Минске. Ну, не знаю, я хорошо отношусь. Дешево и дешево, и спасибо, что дешево. Не знаю, у меня там ничего не щипет, никаких реакций нет. Не знаю. Ну, в общем, вот эта двухвазная мицеллярная вода ужасная. Вот это реально прям вот она грустная. Она очень маслянистая. При этом она нифига не смывает. Но глаза у вас все в масле. Всё. Нафига у меня глаза в масле, если ничего не смыто? Мыло, басын, боди-ворс, кактус и кокосик. Ну, это просто любовь, как всегда. Парочка люминейси-си. Тоже любовь. Люблю, люблю. Наверное, даже больше я люблю осенью-зимой. На лето слишком, мне кажется, блестящий финиш. И быстро может сползать. Ну, в целом, я думаю, что каждая пятая девушка уже протестировала этот тон. Мой, попью водички. Заговорилась я. Каждая пятая или, может, каждая десятая его протестировала. Он часто бывает со скидкой в Ревгош, ещё где-то. Уже много раз его переделывали, меняли формулу, поменяли упаковку. Это ещё старая мне упаковка. Но я вам по-прежнему рекомендую, мне по-прежнему нравится, поэтому... Умывалка Планета Органика с лавандой. Очень понравилась. Лёгкая, простая, ничего как бы такого. Но на утро самое то. А вот такая классная умывалка с тыквой. Вообще, вот эта серия очень даже неплохая. Моя мама любит этой серии тканевые маски. Кстати говоря, я сегодня была в подружке, там 5 равно 3. 5 берёшь, за 3 платишь. Главное, берите, ну, чтобы все 5 стоили 99 рублей. Или чтобы все 5 сто 19. Если вы в разнобой будете, это совершенно невыгодно. И если возьмёте с жёлтым ценником, она тоже не участвует. Просто берите все по одной цене. Но можно разные бренды. Как раз мама взяла таких себе масок. Как я других. Хорошая умывалка. У многих корейских бывает проблема. Лично для меня. Я не люблю ощущения, прям когда максимально до скрипа, что прям аж ну противно. Нет, это просто хорошо очищает. Не сушит. Всё как-то вот так здорово у неё сложилось. Она просто очень приятная. Розовая вода. Лосьон-гидратор. Тоже классный. Белитый. Но я использовала как тоник. Мне очень понравился. Так, сейчас маски все упадут. Мисс для лица от Avon. Витаминная эмульсия. Это действительно как жидкая сыворотка в спрее. Классно увлажняет. Когда мне было лень, я использовала просто этот мисс, и всё это выложилось спать. Мне очень понравилось. Ой, конечно же. Что-то должно было упасть. Не хватает же места. Уже полподоконника заставила. Если будет где-то со скидкой в Avon, возьмите достойно. Гель для душа... Не знаю, кто производит... А, Москва, я что-то думала, может быть. Тоже белорусы. Ой, в ходу я хочу спать. Хотя вроде выспалась. Сирени-жасмин. Не сказать, что что-то я из этого там ощущаю. Просто неплохой. Её на белорусе заказала. Надеялась, что будет пахнет сиреней. А были у меня вот такие патчи от Stellar. Но они очень толстые. Они плохо держатся, плохо прилегают. Не рекомендую. И вообще вот это... Знаете, была эта вечеринка Stellar. Всем подарили эти холодильники. Да-да, я тоже такой холодильник хочу. Ну и как-то многим что-то нравится. Многим не нравится. Сложно сказать. Сложно сказать. Я... Хотя, а что? А что им они хуже белорусов? Может быть, и есть что-то работающее. Но говорят, что вот эта сыворотка, как в капсулках таких, она классная. Но вот патчи мне рекомендую. И с Анной была такая соль классная. Ну это просто тут нечего сказать. Просто посмотреть. Вот такая парочка. Вот, господи, черный жемчик, по-моему, выпускает. Ну, не могу сказать, что я заметила какой-то эффект. Она типа, ну, на Т-зону шаг 1, на все остальное там на щеке шаг 2. Ну так себе. Вот это, боже, я рекомендую. Но что-то сейчас я была в подружке и не увидела. Не дай бог они там сняли это с производства. Первое, это классная подушечка, пилинг, которая отчаивает кожу, отшелушивает. Внизу тканевая маска из микрофибры. Это восторг. Это, ну, действительно есть эффект. И мне очень понравилось, как все выглядит. Могу, могу посоветовать. Искренне. У меня есть парочку в запасах, но я бы, честно говоря, еще взяла. Вот такой бренд по 99 рублей. Эти маски у меня с яблочком, по-моему, еще какая-то есть. Неплохие, неплохие для бюджетных очень даже. Ну, это сами понимаете. 99 это без скидки, со скидочкой еще лучше. Бамбуковая. Хорошо тоже увлажнять, никаких претензий нет. Вот эта понравилась от Freeman. Я ее заказала... Нет. Это я купила, по-моему, в DM. Я видела, что на iHerb такие тоже бывают. Исана. Вот такая смешная соль была для ванны с ароматом. Просто какой-то сладкий аромат был классный. Перепера, гелевые масочки. Ну и как бы ткань вместе с гелем. Соль. Соль вместе с чаем, с мимозой и с вишней. Восторг. Восторг. И, кстати говоря, я заметила, что в Азбуке Вкуса этот бренд представлен. Правда, всего два вида и стоит по 400 рублей этот пакетик. В свою очередь. Ну, в DM или в Rossman. Слушайте, ну, в каком-то, опять-таки, из этих магазинов. Очень сложно просто их стердимент заполнить, потому что он примерно одинаковый. Ну, наверное... Ну, тут тоже уже, кстати, с этим курсом взять. Но точно не евро. Но евро два они стоили. Они просто не из бюджетных. Ну, классно. Иногда можно побаловаться. Вот такая масочка у меня была. Вот такая еще от Переперы. Вообще, хороший бренд. Мне нравится. Про эту лимонную что-то не помню. Помню, мне не понравилось. Конечно же, была моя любимая бутылочка. Очень жаль, что вывели из продажи с подружки. От Балея голубенькая. Подразумевший такой цвет красивый. Пахнет приятно. Для подбородка использовала. Пока не поняла. Продолжаю тестирование. С кино. Хорошая серия топил. Вот такая еще была соль с маршмелл. Фу, боже. Вы знали, как я устала. Баночек было море. Просто я вообще прям, видите, активно всем пользовалась. Начинаем новый этап сбора баночек. Пишите в комментариях. Может быть, что-то из этого пробовали. Надеюсь, что вам было интересно. Все пока.